Новости 24 продолжают работу в режиме онлайн. С вами Зухралиева. Здравствуйте. В Дагестане, возможно, введут жесткий пропускной режим. Коснется это тех районов, где не соблюдают изоляцию. Об этом заявил глава региона Владимир Васильев. Он подчеркнул, что муниципалитеты, где наблюдается динамика роста количества заболеваний, не должны выпадать из поля зрения. Глава Дагестана также предупредил, что в муниципалитетах с самой плохой обстановкой может быть введен более жесткий режим. При этом, по его словам, на территориях, где снижаются показатели распространения инфекции, ограничения могут быть смягчены. Число тестов на коронавирус в Дагестане увеличат. Теперь будут делать больше 2000 в сутки. Об этом сообщается на сайте главы республики. Количество исследований по Дагестану сегодня, по официальным данным, удалось повысить до 1800. В регионе отмечается проблема с проведением лабораторного тестирования. Результаты можно получить только на 4-5 день. Сейчас, чтобы ускорить процесс, расширяются лаборатории. Далее власти региона планируют довести количество тестов до 3000 в сутки. Тотальная дезинфекция началась в Дагестане. Специально для этого в республику прибыли спасатели из других регионов. Так, Донской спасательный центр уже приступил к работе в Хасавюрте и Кизляре. Приезжие спасатели проводят спецобработку в Центре традиционных культур народов России, образовательных и административных учреждениях, а также на детских игровых площадках и центральных улицах населенных пунктов. К работе привлечены 60 человек и 12 единиц техники. Напомню, специалисты Донского спасательного центра прибыли в регион из Ростова-на-Дону накануне. Сегодня ожидается прибытие подразделения Ногинского спасательного центра из Московской области. Масштабная дезинфекция проводится в рамках поручения президента России Владимира Путина. Кризисная ситуация, вызванная коронавирусом, охватила всю республику. Эпидемия ударила по всем сферам и, прежде всего, по здравоохранению. Но пока одни перекладывают ответственность на других, Муфтия Дагестана продолжает оказывать посильную, безвозмездную помощь медучреждениям и нуждающимся в республике. На этот раз представители духовенства посетили Цунтинский район и Бештинский участок. В центральной больнице в селе Кидыро они передали кислородный концентратор и медикаменты на общую сумму 370 тысяч рублей. А Бештинской клинике также привезли лекарства и медицинские маски. Помимо помощи людям, которые находятся в красной зоне, религиозные деятели погасили долги местных жителей в аптеках селения Бештин. Благотворительный фонд «Инсан» оказал помощь погорельцам на сумму 500 тысяч рублей. Семья из Баба-Юртовского района в результате пожара осталась без жилья. К счастью, обошлось без жертв. По предварительным данным, возгорание произошло по причине скачка напряжения в электросети. В срочном порядке для пострадавших организовали сбор средств. Представители Муфтията передали им собранную сумму и заверили, что и в дальнейшем не оставят людей без поддержки. Большое спасибо тем, которым все помогли. Дай Бог мне здоровья, дай Бог мне счастья. Ифтар с доставкой на дом. Благотворительный фонд «Инсан» продолжает оказывать поддержку нуждающимся жителям республики. Накануне свой вклад в это благое дело внес спортивный клуб «Юниверсал Файтерс». Продолжит тему Курман Рагимов. До окончания Рамадана остаются считанные дни. В священный месяц награда за благие дела увеличивается многократно. Это и движет благотворителями. Для спортсменов клуба «Юниверсал Файтерс» участие в акциях фонда «Инсан» уже стало доброй традицией. За две недели мы собрали сумму в размере 150 тысяч рублей. И вот сегодня пришли, будем развозить продукты на дом. И хотел бы выразить благодарность всем тем, кто участвовал в этой акции, кто помогал финансово, кто поддерживал морально и кто делал репост и рекламировал нашу эту акцию. Кто хотел и у кого не получилось, им тоже огромная благодарность. Плов с доставкой на дом ежедневно только в Махачкале готовые порции получают 4000 семей. Это малоимущие, инвалиды и одинокие пожилые люди. Все они находятся на попечении у фонда. В акциях участвует порядка ста добровольцев. Волонтеры на своих авто развозят еду и продукты по адресам. Совместно с учениками, с клуба, ребята, мы решили продукты от фонда «Инсана» разводить, помогать малоимущим. Хочу поблагодарить фонд «Инсан». Они делают большую работу в плане помощи для многодетных, малоимущих. Это не первый благородный жест от дагестанских спортсменов. В начале и середине рамадана помощь нуждающимся оказали олимпийские чемпионы. А в начале этой недели о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию, побеспокоились представители Федерации грэплинга и греко-римской борьбы. Курбан Рагимов, Ислам Халиков, телеканал ННТ, Махачкала. Предварительная дата праздничного дня у Роза Байрам приходится на 24 мая. Члены Совета Алимов Республики сошлись во мнении относительно этого вопроса. Обсуждение состоялось в здании Муфтията Дагестана в режиме видеоконференции. По нормам шариата, чтобы объявить точную дату праздника, необходимо увидеть новолуние невооруженным глазом. Этим будут заниматься имамы во всех уголках Дагестана. Вечером 23 мая духовенство официально объявит дату праздника. У Роза Байрам, духовный лидер мусульман республики, призывает отмечать исключительно дома, в кругу своей семьи. Есть и немного печального пожелания, если правильно сказать, моя настоятельная просьба. Не выходить на праздник из дома, не посещать в этом году близких, соседей, друзей для праздничного застолья. Давайте отметим этот день в своих домах со своими семьями и добрыми пожеланиями ко всем в этом мире. Сегодня является очень популярным снимать видео. Снимайте поздравления, добрые пожелания и отправляйте друг к другу. Также категорически не рекомендую посещать в этом году кладбище. Для наших усовщих достаточно, если мы прочитаем молитвы за них, каждый у себя дома и сделаем дуа. У Всевышнего есть ангелы, которые, если он позволит, оповестят наших покойных о том, что мы их помним и любим. Оставайтесь дома до тех пор, пока опасность минует, и можно будет делать это нерезги своим здоровьем и нашими близкими. Еще раз всех с наступающим праздником. Ва-саламу алейкум урахтуллахи тааля у баракату. Летние лагеря для школьников могут быть открыты уже с 1 июля. Такие рекомендации дает Роспотребнадзор. При этом принимать решение об открытии лагерей будут региональные власти. Однако летний оздоровительный сезон пройдет с определенными ограничениями в связи с пандемией коронавируса. Основное условие здесь – способность создать максимально закрытый режим. То есть, если раньше можно было заезжать в лагерь в течение нескольких дней, то теперь заезд будет одномоментный. Кроме того, дети и персонал будут проходить ежедневные тесты на COVID-19. Таковы новости к этому часу. Будьте здоровы и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова